Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Черепашки и Ниндзя Легенды. И сегодня у нас испытание класса Эксперт Супер Шреддер. В этом испытании 6 эпизодов, ограничено количество героев. Есть Черепашки Ведения, Черепашки из мультика, Ролевики и еще Космо Черепашки. Кроме того, вот Эппил Кунаичи, Синегами, вижу еще есть Армагон и Сплинтер. Итак, друзья, для первого боя давайте-ка я возьму Сплинтера. Посмотрим, как Сенсей сумеет справиться с Шреддером и Супер Шреддером. А потом, мне кажется, будет неплохо еще потестировать Черепашек. Вот, итак, начнем первый бой. Итак, Супер Бой. Учитель Сплинтер против Шреддера. И Сплинтер сразу же медитирует на 6, чтобы усилить себя. Отлично, Шреддер пытается нанести повреждения, но наш учитель неплохо уклоняется и без проблем. Первым же тычком выбивает Шреддера из мультика. А вот теперь эпическое сражение. Сплинтер против Шреддера. Итак, наш Сплинтер наносит удар Тайной Катаной. И что же? И победа. Ну что ж, здорово. Итак, Сплинтер. Вы видели, как Сплинтер победил Супер Шреддера. Это, кстати, было круто и здорово. Вот, отличнейший бой, отличнейшая победа. И наша награда это ДНК Шреддера из мультика. Здорово. Отлично, друзья. Переходим ко второму эпизоду. Для второго эпизода давайте-ка я возьму команду девчонок. Посмотрим, как девчонки справятся. Итак, Эйприл Кунаичи и Синегами против Шреддера и Супер Шреддера. Вот, мне кажется, это будет неплохой бой. Итак, второй эпизод. Встречает наши девчонки Шреддера из мультика. И Синегами сразу же вызывает демона Они из японской мифологии, который без проблем атакует Шреддера. Мощная атака. Тот выживает. Но ненадолго. Эйприл Кунаичи вот уроном телекинезом наносит дополнительные повреждения, уничтожая этого противника. А мы переходим ко второй волне, где нас уже ожидает Супер Шреддер. Ну что ж, бой непрост. Супер Шреддер метает костяный Кунай. Ой-ой-ой, снимает часть жизни Эйприл Кунаичи. Но Синегами пытается нанести ему больше повреждений, превратившись в летучую мышь. Вот, проходит повреждение. Но, как видите, Супер Шреддер выживает. Ненадолго. Эйприл Кунаичи, взлетая вверх, цепными молниями поджаривает этого монстра, побеждает. И мы двигаемся дальше, к третьей волне. Так, третья волна. Тоже нас здесь ожидает. И здесь, опять же, Супер Шреддер, только более высокого уровня. Что ж, все очень непросто. Супер Шреддер продолжает атаковать. Вот, да, вот смотрите. У Эйприл Кунаичи прошло лечение. Вот, отлично. Эйприл метает вегер и пытается уничтожить Супер Шреддера. Тот выживает, но ненадолго. Синегами, метая свое оружие, метный шар, наносит дополнительный урон. Ничего себе. Супер Шреддер опять же выживает. Надеюсь, что все же Эйприл Кунаичи с ним справится. И да, это победа. Эта победа. Враг уничтожен. А мы переходим к следующему эпизоду. Ну что ж, друзья, неплохо справились наш Сплинтер. Справились наши девчонки. Ну а сейчас давайте-ка брать команды Черепашек. Итак, для первого боя давайте-ка я возьму ролевиков. Посмотрим, как они справятся с Шреддером, Супер Шреддером и Зомби Шреддером. Ага, друзья, здесь нету обычного Шреддера, только Супер Шреддер и Зомби Шреддера. Итак, прикольная команда ролевиков против Супер Шреддера. И в начале боя мы превращаем Рафа в Виндюшку. У него появляется особая способность Месть. Теперь на каждый вражеский ход он будет контратаковать. И сразу же супер удар Супер Шреддера. Шипами из-под земли он нанес колоссальный урон. Ну а мы сейчас тоже будем мстить массовыми атаками. Итак, Микки Ролевик удар Вантузом неплохо. Часть жизни удалось снять. Кроме того, Донни Ролевик активирует дополнительную защиту. Энергетический щит. А Лео Ролевик метает щит Бумеранг, уничтожая и выбивая Супер Шреддера. Здорово! Просто-посто великолепно. Итак, переходим к следующему монстру. Итак, Супер Шреддер. Ничего страшного. Вот, Раф метает череп. Вот, наносит дополнительный урон, но урон что-то слабоват. Вот. Ой-ой-ой. Итак, смотрите, что делает Супер Шреддер. И он активирует свое сердце. Благодаря этой способности у Супер Шреддера появился постепенное исцеление. Что ж, надо быстренько его запинать. И Микки Ролевик бросает водные шарики. Отлично. Снимает часть жизни. Донни Ролевик опять же пытается его поджарить фарболами. Ох, как здорово! Смотрите, вот жизнь по минимуму. И вот добивающий удар наносит огненным лезвием. Лео ничего себе выжил. Выжил Супер Шреддер. Одна надежда на Рафа. Удар топором двадцаткой. И Супер Шреддер уничтожен. Ну, просто великолепно. Вот, перебираемся к третьей волне, в которой у нас ожидает уже зомби Шреддер. Вот, вызывает демона из другого мира. Вот, возрождает из мертвых демон. И сейчас придется столкнуться с этим монстром. Вот, довольно-таки жуткое зрелище. Тем не менее, вот, верю, наши черепашки справятся. Итак, вперед идет в атаку зомби Шреддер. Ох, как жутко кричит! Вот, ну, я надеюсь, наши черепашки справятся. И Микки Ролевик использует кольцо удачи. Вот, усиливая наш отряд. А Раф пытается, вот, нанести удар топором. Да, вот, кстати, здорово проходит удар топором. Вот, метает склет зомби Шреддер. Снимает часть жизни у Лео Ролевика. Но Доник его подлечивает. Усиливает при помощи пиццу, которую он призвал своим посохом. Лео, тем временем, вот, привлекает внимание к себе. Вот, отлично. А Раф все же пытается забить монстра своим топором. Слабовато. Слабоватые удары. Итак, зомби Шреддер призывает души. Вот, наносит дополнительный урон. Но я же надеюсь, что наш герой общим количеством все-таки затопчет зомби Шреддер. Итак, Доник стреляет своим посохом и уничтожает этого монстра. Да, вот, смотрите, как забавных склеты набросились на зомби Шреддера и утащили его в подземный мир. Супер. Ну что ж, молодцы. Молодцы ролевики. Очень даже неплохо сыграли. И мы переходим, друзья, с вами дальше к следующему эпизоду. Итак, наша награда 3DNK Супер Шреддера. А мы пока переходим к четвертому эпизоду. И давайте-ка я возьму Космос Черепашек. Посмотрим, как они справятся в этом эпизоде. Итак, вперед в бой. Вот 3 волны в данном эпизоде. И надеюсь, победа будет на нашей стороне. Вот встречает Супер Шреддер. Вот, и сразу же Микеланджело космически наносит удар лазерным Танфу. Причем очень мощный удар. Давайте-ка посмотрим, сколько удастся снять здоровье. Вот половину снял Микки. Ну, просто супер. А Супер Шреддер тем временем активирует свое сердце. Прокачивает дополнительное исцеление. Что ж, не дадим ему шанса. Итак, удар из бластера. Лео Космического. И что же? Да, вот без проблем выбивает Супер Шреддер. Отлично. Вот, неплохое начало. Переходим ко второму Супер Шреддеру. Вот, и здесь опять же нужно сильное оружие. Давайте-ка его поджарим при помощи лазерного пистолета. Вот, Рафа. Отлично. Часть здоровья удалось снять. И теперь сбросим на голову Супер Шреддера. Огромный Метеор, который призовет до некосмический. Удар каменной глыбой. Вот, половину здоровья удалось снять, но слабовато. Вот, тем не менее, друзья, нельзя забывать о защите. И пусть Лео Космический, благодаря образу Капитана Раяна, прокачает дополнительную защиту. Супер. Вот, Супер Шреддер в ярости. Наносит шипами из-под земли дополнительный урон. Ну, а нам надо тоже вот пытаться уничтожить противника. Микки Космический использует чипсы Криса Брэдварда. Встречает лазерным лучом. Отлично. Ну, буквально в красной зоне здоровья Супер Шреддера. Поэтому Раф использует особый удар Крогнарда. Вот, Космический хлыст. Либо Сая вот так здорово растягивается. Наносит потрясающий удар. И враг выбит. Вот, отлично. Итак, добираемся. Добрались мы до Зомби Шреддера. Вот, правда, чувствую, бой будет непрост. С каждым уровнем противник становится все сильнее. Демон все агрессивнее. Выпускает наиболее сильных Зомби Шреддеров. Но все же надеюсь, что наши Космочерепашки с ним справятся. Итак, идет в атаку Зомби Шреддер. И нам нужны сильные оружия, сильные атаки, чтобы побить этого противника. Кстати, довольно-таки жутко кричит. Давайте-ка я добавлю еще звука, чтобы было лучше слышно. Вот, и попытаемся поджарить этого противника при помощи... Лазерного Луча Дони Космического. Вот так здорово стреляет. Отлично. Итак, где-то третью-четвертую часть удалось снять. Отлично. Вот, кроме того, Лео Космический призывает корабль Фугетоида, который из космоса наносит поразительный удар. Итак, половину здоровья удалось снять. И осталось только нанести добивающие удары. Да, вот, кроме того, Дони Космический может просканировать этого монстра, тем самым усиливая наш отряд. И я уверен, теперь без проблем удастся победить этого противника. Вот, Микки Космический пытается натравить Космического Маффина. Вот такого вот кексика на Зомби Шреддера. Отлично. Удалось навесить цепи. И теперь же Раф при помощи Черепашонка Чомпи, Детеныша Космический, Черепашки, просто поджаривает Зомби Шреддера. Итак, здоровье его в красной зоне. Вот, плюс постепенный урон догрызает противника. И Лео Космический наносит финальный удар своей Катаной. Вот, просто Космо Катаной. Вот такой вот классный финальный бой. И мы идем с вами дальше. Вот, великолепнейшая победа. Просто супер. Ну что ж, здорово, друзья. Итак, берем следующую команду. Вот, очень здорово сыграли Космо Черепашки. Наша награда 3 ДНК Супер Шреддера. А я беру дальше команду Ведения. Мне кажется, друзья, Черепашки из мультика мы оставим на финальный бой. Ну а сейчас Микки Ведения, Донни Ведения, Раф Ведения и Лео Ведения. Вот, кстати, круто к Черепашке из Ведения то, что у них мощные атаки. Поэтому сейчас будем пытаться это использовать. Вот, в начале боя опять же встречает нас Супер Шреддер, но очень высокого уровня. Который, видите, первым атакует, но промахивается, что здорово. А наш Лео Ведения, вот, в начале боя прокачивает скорость нашего отряда. Вот, появляется броня. Микки Ведения прокачивает точность. Вот, супер. Теперь наши герои будут нанесить более точные и поражающие повреждения. А Раф Ведения пытается поджарить вот Супер Шреддера огненным торнадом. Очень даже неплохо. И, возможно, уже добивающий удар нанесет Донни Ведения. Удар Каменной Клыбой есть. Супер Шреддера просто удалось расплющить. Вот, благодаря Донни Ведения. Но мы переходим к более сильному противнику. Итак, Супер Шреддер, но уже более высокого уровня. И для этого Лео Ведения использует очень крутое оружие. Взрывные тыквы подрывает, запрещает ему подвлечиваться. Кроме того, Микки Ведения бросает желудь и натравливает на Супер Шреддера целую орду голодных белок. Вот, тем не менее, Супер Шреддер выживает. Надеюсь, что ненадолго. Итак, атака огненным рощерком Рафа Ведения. Опять же, налаживает на него дополнительный дебаф. Постепенный урон. Но и Супер Шреддер пытается отомстить. Что ж, надеюсь, друзья, ненадолго. И Донни, метая вот такой вот классный молот, пытался уничтожить противника, но не получилось. Что ж, одна надежда на Лео Ведения. Град Стрел и Супер Шреддер уничтожен. А мы переходим к третьей волне, в которой нас ожидает уже зомби Шреддер, которого призывает, опять же, демон. Вот, кстати, по мультику очень классная серия. Кто смотрел, пишите в отзывах, комментариях. Ставьте плюсики. Очень будет интересно посчитать, сколько же наших подписчиков смотрели эти мультик. Супер. Ну что ж, друзья, вот такой вот крутой, классный монстр. Идет в атаку. Крещит. Пытается напугать черепашек Ведения, но это ему не поможет. Итак, Микки Ведения наносит очень мощные удары своим серпом. Отлично. Снимает часть жизни. Вот. Раф Ведения пытается поджарить зомби Шреддера. Но тот выживает и бросает наших героев из черепашек склетами. Что ж, нужно применять супероружие. Поэтому до неведения рубит фигурку Тигериного Когтя. Тем временем, опять же, налаживая на наш отряд дополнительный баф, положительный эффект. Это продвинутую атаку. И надеюсь, что удар и стрел получится намного эффектнее. Итак, смотрите, сколько больше повреждений наносит Лев Ведения. Плюс серпы Микки тоже. Вот здорово наносит повреждения. Раф пытается поджарить зомби Шреддера. Ну что, друзья, скажу. Это победа здоровья зомби Шреддера в красной зоне. Он пытается еще отомстить. Швыряется склетами. Но Лев Ведения наносит добивающий финальный удар. И мы празднуем победу. Вот супер. Итак, склеты затаскивают зомби Шреддера в подземный мир. И это победа. Ну вот, друзья. Итак, добрались мы с вами до финального боя. Вот вначале давайте-ка соберем награду. Очень даже круто сыграла команда Ведения. Наша награда 4 ДНК зомби Супер Шреддера. Прошу прощения. Зомби Шреддера нет пока. Надеюсь, разработчики добавят этого героя. Ну а сейчас шестой эпизод. Последняя миссия. Вот берем черепашек из мультика. Вот мне кажется, это будет круто и здорово в финальном бою. Справиться с черепашками из мультика против Супер и Зомби Шреддера. Просто-просто здорово. Ну что ж, друзья. Очень крутого уровня Супер Шреддер. И смотрите. В начале боя он первым наносит удар шипами из подземли. И что делает вредно. Снимает большую... Ну не большую, но часть здоровья удалось снять. А нам надо прокачивать уклонение. Благодаря особой атаке Мики. Теперь вражеские удары будут проходить мимо. Лео пытается нанести очень крутой удар с разворота. Но, как видите, Супер Шреддер выживает ненадолго. Благодаря ярости Рафа и его технике мне удается усилить атаку всего нашего отряда. Кроме того, Донни из мультика прокачивает дополнительную защиту. И так целая куча положительных эффектов нашего отряда. Как видите, Супер Шреддер пришел в ярость и пытался атаковать. Но это ему не поможет. Итак, дымовая бомба Микеланджело из мультика. Снимает броню у Супер Шреддера. А Лео стальным торнадом пытается уничтожить этого противника. Есть. Супер Шреддер уничтожен. И первая волна пройдена. Переходим ко второй волне. И так, вот он, вот он, Супер Шреддер более продвинутого уровня. Тем не менее, надеюсь, наши герои справятся. И Раф наносит удар с разоборота своим Саи. Отлично. Удалось повесить на врага негативный эффект дебаф. Постепенное уменьшение здоровья. Отлично. И Донни пытается подорвать Супер Шреддера. Вот неплохо. Да, вот постепенный урон все-таки подгрызает противника. Но, тем не менее, Супер Шреддеру удается активировать постепенное исцеление. Плюс дополнительную защиту. Это, кстати, уже не очень хорошо. Что ж, мы тоже можем подлечиться. Правда, благодаря Микки и его пицце. Вот. Ну, а теперь надо пытаться выбить и уничтожить этого противника. И так, да. Удар Лео наносит критический удар. Удар, урон вот этому противнику. И мы переходим к финальному боссу. Итак, друзья. Финальный бой этого, этого игры. Этого испытания. Вот призывает с Зомби Шреддера очень высокого уровня. Вот с которым придется очень не сладко поиграть. И здорово, что я пока сохранил возможность подлечиваться. Вот. Надеюсь, этого хватит, чтобы победить Зомби Шреддера. Ух, какой жуткий и страшный. Вот. Но хорошо, что у нас пока есть дополнительная защита. Было бы неплохо еще прокачать уклонения. Но если будет возможность, я прокачаю. Ну, а пока Раф. Вот. Отвлекает монстра на себя. Вот. Отлично. Дразня его. А Дони пытается забросать Зомби Шреддера своими сюрикенами. Слабенько. Ну, тем не менее. Вот каждый понемножку. И здоровье Зомби Шреддера падает. Итак. Лео пытается нанести удар катанами. Неплохо. Ну, что ж. Смотрите, как здорово, друзья. Общими усилиями половину жизни удалось снять. Но и Зомби Шреддер в ярости. Ох, ничего себе. Итак. Здоровье. Рафа уже тоже половина. Нужно срочно его лечить. Либо чтобы Лео воспользовался своей медитацией. Итак. Рафа наносит удар Исаи. Дони бьет Бо. Но здоровье Зомби Шреддера мне не нравится. И да. Пришло время Лео из мультика. Благодаря его медитации мне удается восстановить здоровье нашего отряда. Но и Зомби Шреддер в ярости продолжает шевыряться склетами. Ох, ничего себе. И вот Микки падает. Микки падает. Он не выдержал этого удара. Что ж. Отомстим за брата. И Лео наносит сокрушительный удар Катаны. А Раф наносит добивающий удар Саи. Итак. Победа, друзья. Вот. Враг уничтожен. Склеты затаскивают Зомби Шреддера в иное измерение. В другой подземный мир. И мы празднуем победу. Правда, не идеальная победа. Всего на 2 звездочки. Вот. Не удалось мне вот делать так, чтобы уцелел Микки. Ну, как-то так. Что ж, друзья. На этом испытание Супер Шреддер пройдено. Я на этом с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях. Кого из героев прокачивать в следующем видео. И я буду действовать согласно ваших отзывах и комментариях. И, конечно же. Чтобы не пропустить ни одну серию. Нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик. Возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч. До новых встреч.